Я хочу сегодня вам представить нового начальника управления внутренней политики. Им будет назначен Евгений Сокурский, который до этого возглавлял пресс-службу городского головы. Евгений Арнольдович занимал эту должность уже с октября 2010 года по июнь 2012 года. Я руководил аналогичным управлением в обл. гос. администрации в 2006 году. Кстати, это был год парламентских выборов. И тогда прозрачность парламентских выборов в Запорожской области была высоко оценена комитетом избирателей Украины. Также он 4 года руководил областной государственной телерадиокомпанией. До этого 5 лет телекомпании хортистся. Я хочу вам сказать, что решение, которое я принял, продиктовано тем, что сегодня мы уже живем де-факто в условиях начавшейся избирательной кампании президента Украины. Я ставлю задачу перед собой, перед Евгением Сокольским и перед всеми, кто работает в системе городской власти. Это обеспечить честность, прозрачность выборов. То есть выполнить задачи, поставленные на нас законом. Закон на нас возложил функции по организационному материальному содействию в работе избирательных комиссий и не более. Я предупредил всех руководителей на совещание, которое я проводил по материально-техническому обеспечению начала избирательной кампании, о личной ответственности за участие в качестве административного ресурса в избирательной кампании. Я буду лично через управление внутренней политики контролировать то, чтобы ни один руководитель никоим образом не использовал свои возможности служебные, административные и так далее для участия в избирательной кампании на стороне кого-либо. То есть городская власть не будет использовать административные ресурсы, а наоборот мы будем всячески ставить заслон привлечению кого-либо из работающих в системе органов городской власти коммунальных предприятий в этом качестве избирательной кампании. Я считаю, что выборы президента в Запорожье должны пройти и пройдут честно, прозрачно, без использования административного ресурса, и задачу это будет решать Евгений Евгеньев. Хочу вам сказать, что я действительно обсуждал вопросы названия управления внутренней политики и вообще его существования как такового, считаю, что Евгений Евгеньев внесет изменения и в части функционала в работе этого управления, а к вопросу изменения названия и так далее мы подойдем тогда, когда у нас будет день. То есть сейчас мы точно это делать не будем, потому что любое изменение названия, положения и так далее, это те преобразования, которые требуют средств на печати, бланки и все остальное. Я думаю, что это не самое подходящее время в жизни страны и города, чтобы заниматься этим. Но функционально это управление точно будет заниматься теми задачами, которых я вам сейчас сказал. И хочу последнюю информацию вам предоставить.